Самый знаменитый, самый загадочный и один из самых удаленных от суши населенных островов в мире – это остров Пасхи, принадлежащий Чили. История острова Пасхи полна тайн, которые не разгаданы и по сей день. Откуда приплыли первые поселенцы? Для чего они создавали огромные каменные головы? Как они перемещали многотонные статуи на берег? Кто такой человек-птица? И многое другое. Путешествуя по Южной Америке, мы не могли пропустить такое известное и вместе с тем загадочное место. Остров Пасхи находится на расстоянии 3700 км от побережья Чили, так что перелет из столицы Чили Сан-Диаго занимает около 5 часов. Второе название острова Пасхи – Рапануи. Это полиназийское название, которое дали острову моряки Стоите в XIX веке. Остров Пасхи вулканического происхождения в форме треугольника с тремя крупными вулканами по краям – Теревака, Катики и Ранакау, на два из которых можно подняться. Климат на острове субтропически влажный, но в то же время тут недостаток питьевой воды. Население острова составляет всего около 6000 человек, большая часть которого проживает в столице острова – Хангароа. С 1995 года остров объявлен заповедником и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. История острова Пасхи окутана множеством неразгаданных тайных загадок. Официально считается, что остров был открыт голландским мореплавателем Якобом Рокевеном в 1722 году. И сделал он это в пасхальное воскресенье. Отсюда и происходит название остров Пасхи. Происхождение самих абаригенов также вызывает множество вопросов. Самая распространенная теория говорит о том, что они приплыли с одного из островов полемезийского архипелага в Тихом океане. Остров Пасхи известен весь мир своими каменными истуканами, которые называются Мааи. Их вырезали на склонах вулкана Рану-Рараку из цельного куска вулканического туфа. И после этого доставляли неизвестным образом на побережье океана, где устанавливали на специальные платформы Аху. Всего на острове найдено более 900 каменных изваяний. Некоторые изваяния имеют на головах красные шапки, вырезанные из вулканического туфа, которые называются Пукао. Большинство статуй установлены лицом к острову и только одна группа установлена лицом к океану. Для посещения достопримечательностей на острове Пасха вам потребуется купить билет. Стоимость билета для взрослого иностранца 80 долларов и действует он 10 дней. Остров Пасхи совсем небольшой, самая длинная его сторона всего 24 километра. И хотя интересных мест на нем очень много, их все вполне реально посмотреть за 3-4 дня. В первый день на Рапануе мы отправились к кратеру вулкана Ранакау и древнему поселению Оронга. Туда можно доехать на арендованной машине или за час-полтора дойти пешком по тропе из городка. В кратере вулкана Ранакау за счет дождей образовалось озеро, а на кромке кратера находятся останки древнего поселения Оронга. На острове была создана крайне изолированная, но от этого не менее интересная и самобытная цивилизация. Долгие годы здесь существовал самобытный культ человека-птицы, который появился после мегалитического периода. Ежегодно между представителями всех кланов острова проводились соревнования. Участники стартовали из деревушки Оронга на краю вулкана. Они должны были доплыть до островка Моту-Нуи и найти первое яйцо, отложенное птицей Манутара. Победивший пловец становился человеком-птицей года и наделялся всевозможными привилегиями для своего клана. Во второй день мы арендовали велосипеды. Стоимость начинается от 12 долларов за 8 часов и отправились вдоль побережья в сторону пляжа Анакена. Вдоль побережья находятся многочисленные платформы Аху со статуями Маи или их останками. По пути мы заехали в одно из самых известных мест на острове – подножье вулкана Рана-Рараку, где с 1100 по 1600 года местные скульпторы создавали гигантские статуи Маи из вулканического камня. Всего на острове около 900 статуй Маи и большинство из них было создано именно здесь. На склонах горы разбросано множество статуй Маи, в основном их головы, но есть и в полный рост в лежачем положении. Некоторые сильно наклонены, почти падают. Каждая статуя уникальна и олицетворяет собой конкретного предка, жившего на острове. Ученые до сих пор гадают, каким же образом статуи Маи были доставлены от жерла вулкана, где их изготавливали, к побережью, где они были установлены на платформы. Существует древняя рапануйская легенда, согласно которой статуи самостоятельно передвигались и залазили на платформы. Некоторые жители острова Пасхи до сих пор в это верят. Недалеко от вулкана Рана Рараку находится платформа Аху Тангарики, на которой установлена самая известная эффектная скульптурная группа из 15 статуй, олицетворяющих семейный клан Тангарики. Статуи огромные, главный Маи стоит в шапке, остальные грозно глядят вглубь острова. В 1960 году цунами практически смыло эту ритуальную площадку. А в 1991 году японская фирма начала восстановительные и археологические работы, длившиеся два года. В результате титанического труда и немалых вложенных средств получился архитектурный шедевр, производящий неизгладимое впечатление. Далее мы продолжили наш путь вдоль побережья и приехали на пляж Анакена. Этот пляж считается самым лучшим на острове, по-настоящему дневному девственный, как будто сошедший со страниц рекламных буклетов баунти, с нежнейшим коралловым песком в окружении пальмовых рощ и маи. В тенистых пальмовых рощах этого пляжа разгуливают полудикие лошади, а туристы устраивают пикники. Здесь, прямо на пляже, стоит платформа Аху Нау-Нау с семью мааи. Основная четверка из тукана в красных шапочках особенно впечатляет. По сравнению с другими скульптурными группами острова, маи Нау-Нау отличаются более тонкой работой и особым изяществом. Этот Аху считается символом острова и наиболее хорошо восстановленным архитектурным памятником. Согласно древней рапануйской легенде, именно в этой бухте высадился первый король Рапануй. Ученые предполагают, что когда первые островитяне прибыли на остров, весь остров Пасхи был покрыт густыми тропическими лесами. Но после того, как популяция местных жителей увеличилась, они начали вырубать леса для расчистки полей, для сельскохозяйственных нужд, для транспортировки стат у гигантских маи на побережье. И в результате вырубки лесов произошла экологическая катастрофа, и весь остров превратился в безжизненную пустыню. На этот период также приходится упадок культуры мааи и начало возникновения культа человека-птицы. К вечеру мы, уставшие, вернулись в столицу острова. Хотя проеханное расстояние составило всего около 50 километров, но неровный рельеф и жаркое солнце сделали свою работу, и к концу дня мы были совсем вымотаны. Не забывайте взять с собой побольше воды, так как купить ее можно только на пляже Анакена. На следующий день мы решили посетить достопримечательности другой стороны острова. Первым на пути находится комплекс Тахаи. Именно тут любят собираться туристы по вечерам и наблюдать, как солнце садится за океан, за спинами мааи. Эта сторона острова изобилует лавовыми пещерами, которые древние островитяне использовали как укрытие во время войн и в религиозных целях. Кстати, древние жители острова были каннибалами. Ученые до сих пор спорят, происходили акты каннибализма во время войн или же в религиозных целях. После серии древних пещер мы пришли к Ахуакиве, на котором расположились семеро мааи, стоящих лицом к океану. Океан от них довольно далеко, они стоят почти в центре острова. В отличие от всех остальных истуканов острова, эти действительно смотрят на океан. Считается, что мааи Ахуакиве имеют астрономическое значение, поскольку всегда стоят спиной к восходящему солнцу. Назначение их точно неизвестно, возможно, они играли какую-то роль по установлению всевозможных табу. Если вы хотите посетить остров Пасхи, то дальнейшая информация будет вам полезна. Попасть на остров Пасхи можно регулярными рейсами из Сантьяго, столицы Чили. Авиакомпания Летам продает свои билеты в среднем от 350-400 долларов, если вы покупаете их заранее. Также есть еще рейсы стоите, но до Таити еще надо добраться. Остров Пасхи характеризуется влажным субтропическим климатом с большим количеством осадков в течение всего года. И хотя считается, что остров Пасхи можно посещать круглый год, все же лучшее время для визита сюда с ноября по март. В апреле-май на острове уже начинается сезон дождей, а самым холодным месяцами является июнь, июль и август, когда дневная температура не поднимается выше 20 градусов. Стоимость проживания на острове довольно высокая. Цены на продукты, питание в магазинах и ресторанах на острове намного выше, чем на материке. Передвигаться по острову очень удобно на арендованной машине, однако стоимость машины на один день начинается от 70-80 долларов. Расстояния здесь небольшие, без остановок остров можно спокойно объехать за 1,5-2 часа. Также можно арендовать квадроцикл, мотоцикл или велосипед. Инфраструктура в главном единственном городке острова Хангарова развита совсем неплохо. Здесь есть все необходимое для жизнедеятельности туристов. Рестораны, отели, магазины, прокаты, сувенирные лавки, интернет-кафе и даже сквер с бесплатным Wi-Fi, что может быть очень полезным, если в доме, отели или в кемпинге, где вы остановились, у вас нет интернета, как было у нас. На острове есть разные варианты проживания, начиная от кемпингов, где можно остановиться со своей палаткой и заканчивая небольшими отелями с террасой и видом на океан. Стоимость кемпингов стартует от 25-30 долларов за ночь, в то время как средняя цена номера в отеле – это 100-150 долларов. Также, если постараться заранее забронировать, то можно найти неплохие комнаты у местных жителей, воспользовавшись сервисом Airbnb. В поселке Хангароа можно найти кафе и рестораны на любой вкус, хотя рестораны на острове Пасхи не из дешевых, но стоит хоть раз в них зайти, а заодно попробовать традиционное островное блюдо – куранта. Блюдо готовят в земле на углях и состоит оно из завернутых в банановые листья мяса, рыбы, курицы, ботата и овощей. Процесс приготовления куранта местными рапануйцами тоже впечатляет. Если вы хотите просто покушать, то самые дешевые блюда в кафе стоят от 7-8 тысяч чилийских песо, то есть 10-12 долларов, а вообще в среднем цена 20-30 долларов за блюдо. Хотя отдых на острове Пасхи удовольствие не из дешевых, но это место стоит постараться посетить хотя бы один раз в жизни, а два раза тут делать нечего. И не забывайте, что правила въезда на остров Пасхи немного изменились. С 1 марта 2019 года перед посадкой в самолет на остров Пасхи надо обязательно предъявить обратный билет, подтверждение бронирования в сертифицированном жилье или приглашение от местного жителя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите новые видео из Южной Америки. Продолжение следует...